Тюнинг с улучшением формы впускных каналов, методом на сверливание разных маленьких кратеров углублений, точно так же, как на шарики или мячики для гольфа. В двух словах пояснение, что, зачем, нужно и для чего. Простой пример. Крыло самолета проектируется таким образом, то есть как бы главный, один из моментов главных проектирований, чтобы выполнялось от то условия, что когда воздух набегаемый начинает обтекать крыло снизу и сверху условно, то верхняя часть крыла, она должна быть длиннее, чем нижняя часть. Поэтому нижняя делается плоской, а верхняя делается слегка выпуклой. Это нужно для того, чтобы скорость воздуха, например, нижней части и скорость воздуха условно верхней части, отличались и скорость воздуха верхней части крыла, которая огибает, была больше, чем скорость воздуха того же самого, которая огибает нижнюю часть крыла. Когда есть разница в скорости, то есть разница в давлении. И чем выше скорость воздуха, тем меньше его давление. И когда скорость воздуха у верхней части крыла выше, чем скорость воздуха у нижней части крыла, Создается разница в давлениях между нижней частью, которая прижимается, и к верхней части И именно за счет этого самолет легко взлетает и держится в воздухе Он опирается на воздух за счет разницы в давлении Теперь возвращаемся к вопросу к шарику для гольфа Какие задачи ставятся перед мячиком-шариком для гольфа? Во-первых, этот мячик должен быть прочным, потому что удар клюшкой, там большое усилие Он должен быть сравнительно легким И самое главное, он летит с определенной немаленькой скоростью на очень длинное расстояние Так вот, одна из главных задач, которая ставится перед этими мячиками-шариками В том, чтобы после удара этот мячик летел по какой-то четкой траектории вперед Для того, чтобы его не уводило потоком воздуха куда-то влево-вправо Например, есть мячики для настольного тенниса Скорость перемещения этого мячика, то есть, во-первых, расстояние между двумя людьми там несколько метров Скорость его перемещения сравнительно маленькая И там нету вот этого влияния воздушного потока, что он прям там на пару метров куда-то отклонится от своего курса А мячик для гольфа летит очень далеко И вот такая вероятность И для того, чтобы решить эту проблему, чтобы он проходил воздушное пространство как можно более, ну, прямо по ровной траектории Делаются вот это вот углубление То есть, если взять этот мячик и рассмотреть поверхность То есть, в разрезе, то есть, вот она поверхность его идет И потом делается вот такой вот кратер И потом дальше идет поверхность, потом еще один кратер Ну, я сейчас в большом масштабе рисую Ну, то есть, соответственно, тут еще один кратер стоит И мячик усеян этими кратерами Что получается? Мячик полностью круглый Когда он перемещается по воздуху Воздух равномерно, в отличие от крыла, равномерно огибает все его стороны И скорость воздуха, что с одной стороны То есть, у поверхности, скажем так, сверху Что у поверхности где-то снизу Будет абсолютно равномерно То есть, соответственно, если какие-то там воздушные порывы, еще что-то Но именно в этих кратерах скорость воздуха Скорость воздуха кратера Она больше, чем просто обычная скорость воздуха вокруг этого шарика За счет этого в этом кратере создается зона низкого давления И так как этот мячик-шарик равномерно усеян этими кратерами То за счет того, что образуются вот эти вот зоны низкого давления Это, в свою очередь, его тормозит от каких-то резких смещений влево-вправо И тогда мячик летит прямо Ну, максимально прямо преодолевая воздушный поток С минимальным влиянием там разных порывов ветра Хотя это тоже оказывает, естественно, влияние Но уже нету такого, что он летит и вот так вот где-то там закружился и пошел Для этого делаются вот эти вот кратеры Ну и плюс выполняется, естественно, роль укрепления всей конструкции Он становится более жестким Но вот это вот все знает человек, который изучал и знает, как работает принцип простейшего карбюратора Когда человек этого не знает, начинаются изобретения Теперь в двух словах о конструкции впускных каналов и какие требования предъявляются И что пытаются решить разработчики Перед вами форма почти идеального впускного тракта На самом деле впускные тракты отличаются тем, что нижняя часть выполняется таким образом, что идет седло И идет почти сразу же изгиб, выход на головку Ну и вот эта вот часть, она тоже изгибается, почти сразу выходит в сторону И здесь получается две зоны перехода То есть так называемый большой радиус и малый радиус Ну то есть если условно нарисовать где-то здесь точку и провести линию То есть это будет малый радиус, это будет, соответственно, большой радиус Исследования, проводимые в области моторостроения еще в 60-е, в 70-е годы Показали следующий результат Что поток, который передвигается по каналу Он идет более-менее равномерно, хорошо До того участка, где канал меняет свое направление И если поверхность канала будет идеально гладкой То бишь она будет наполирована То воздушный поток будет идеально по ней скользить Но в момент перехода, когда поверхность закругляется, изменяет свое направление В этом месте будет колоссальный срыв потока Который в свою очередь будет создавать турбулентность завихрения И вообще препятствовать основному потоку проходить через канал И в какой-то момент, при большом расходе воздуха У тебя будет какой-то вот такой вот мгновенный затых Раз, и двигатель перестает потреблять воздух И чем идеальнее наполирован вот этот вот канал и выровнен Тем более существенным будет вот этот эффект Для того, чтобы этого эффекта не было И для того, чтобы поток мог нормально закруглиться И пройти туда, куда ему нужно Поверхность канала делают шероховатую Должна быть небольшая шероховатая Например, шероховатость от литья Или от обработки фрезой В более-менее таком грубоватом варианте То есть не наполированной Если рассмотреть более пристально, например, у канала То есть поверхность То шероховатость, которая маленькая возникает на канале То есть вот, предположим, такая Ее не хватает для того, чтобы как-то существенно уменьшить пропускную способность канала Что где-то, скажем, в центре канала более-менее ламинарное течение воздуха А здесь сплошная турбулентность Такого не происходит Но вот эта вот шероховатость вызывает маленькую турбулентность И завихрение именно возле самой поверхности Где поток контактирует с самой поверхностью Это приводит, во-первых, к улучшению смеси образования Потому что в любом случае, даже на двигателях с впрыском Ну, кроме, конечно, непосредственного впрыска В любом случае оседает какая-то топливная пленка на стенке впускных каналов Для того, чтобы это топливо перемешалось с воздухом Как раз вот эта шероховатость ее как бы разрушает и перемешивает с воздухом Особенно это было важно на карбюраторных двигателях Но это не единственная ее задача Ее самая главная задача Образуя здесь некую зону более низкого давления За счет того, что скорость воздуха у стенок каналов чуть больше, чем у самого потока Это позволяет минимизировать эффект срыва Потому что у поверхности скорость воздуха чуть-чуть больше, давление чуть ниже И вот в этот момент, когда канал закругляется Происходит срыв потока небольшой Но он значительно меньше Потому что скорости воздуха все равно разные у поверхностей И уже у тебя есть малая-малая турбулентность И срыва потока как такового в принципе не происходит То есть тут, конечно, есть какая-то зона турбулентности, завихрения Но она значительно в разы меньше, чем если бы был канал наполированный И это позволяет сохранить нормальное наполнение Чтобы основной поток 90% нормально преодолело изгиб И прошло дальше в цилиндр То же самое касается и большого радиуса И здесь проблема в том, что если в малом радиусе, скажем так Преодолеть нужно более-маленькое расстояние для того, чтобы зайти в канал То здесь тот же самый воздух преодолевает большее расстояние Соответственно, в этой части скорость воздуха увеличивается И давление падает, что в свою очередь может образовывать разные завихрения В общем, зоны турбулентности Так вот, имея такую поверхность Точно так же с этой стороны вот этот вот момент минимизируется За счет того, что у стенки скорость воздуха в любом случае больше И нету такого жесткого изменения скорости Что мгновенно скорость увеличилась И где-то образовалась турбулентная яма Это самые простые азы основ проектирования впускных каналов Тот минимум, от которого отталкиваются при разработке Так вот, возвращаясь к главной теме И тюнингу выпиливания к маленьких кратерах Подобно мячику или шарику для гольфа Ровным счетом никак не влияет на наполнение Ни в худшую, ни в лучшую сторону То есть там какая-то разница, конечно, будет Если на стенде там продуть Но каких-то существенных отличий Так что сказать, что вот это стало супер Этого не происходит Фактически таким тюнингом Если канал у тебя, допустим, был наполированный Фактически таким тюнингом Создается вот этот вот момент ранее описанный Что вот эти кратеры В этой зоне создается Зона низкого давления И поток начинает более равномерно Идти по каналу Если он до этого был идеально наполирован Если канал имеет стандартную заводскую форму То вот в этом нету никакого резона Оно не становится лучше, не становится хуже Но опять же таки Если рассматривать конкретно На какие-то частные примеры На каких-то головках Какая-то разница может быть Где-то в плюс, где-то в минус Но я говорю в целом За то, что ты берешь любую головку Делаешь тюнинг, ставишь Ты никак этого не ощутишь И результата никакого ты не получишь И скорее всего как бы 70% Там 75% вероятности Что ты ощутишь скорее негативный эффект Он может выражаться там В увеличенном расходе топлива И в ухудшении наполнения На каких-то высоких оборотах Но в целом разницы какой-то особой Не должно быть Причем даже если какая-то разница В каких-то моментах будет Она будет ощущаться исключительно На высоких оборотах Когда идет максимальный расход воздуха Соответственно скорость воздуха достигает Своего максимума физического Надеюсь видео было интересным и полезным У меня на этом все Пошел я дальше запеивать И да, свина собаки идут